Субтитры сделал DimaTorzok Также на его канале проходит конкурс, в котором вы можете участвовать Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем И сегодня снова все на проекте Мазин Холиплей И в этом ролике я вам покажу новое топ обновление, которое вышло сегодня ночью То есть обновь реально очень большая Я вам в этом ролике все не покажу, но покажу самое интересное То, что интересно в первую очередь мне Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал И хотел бы напомнить вам про свой промокод Пишите слэш мэм, седьмой пункт промокод Указай друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом За этот промокод вы получите 450 тысяч Поэтому не тупите, вводите промокод, качайте уровень и забирайте свои деньги Ну через лаунчер не скачиваются обновления Поэтому я решил записать как бы обнову со сборки Поэтому все будет не так красиво и красочно Но надеюсь вы меня поймете Потому что я пытался скачать обновление Но сейчас все его пытаются скачать И там скорость очень-очень маленькая Но видосик для вас хочется записать поскорее Поэтому не бесуйтесь, в этом видосе графики не будет Сразу мы видим, короче, новый интерьер Получается коттеджев Я так понял, в каждом коттедже одинаковый интерьер Я честно не очень этому рад Потому что все-таки как бы голоски отличаются И я думал то, что в коттеджах будет разный интерьер Но видимо как бы это потом уже сделают То есть интерьер довольно-таки красивый, современный То есть много комнат, я сначала реально потерялся просто куда мне идти То есть здесь у нас там туалет-ванная Здесь у нас есть вот такой красивый бассейн И есть, конечно же, гараж Гараж стал намного меньше, чем он был до этого Он такой, знаете, маленький, но уютненький Такой красивенький Самое интересное, как для меня, это тюнинг Поэтому сейчас мы туда поедем И протюнгуем наш, получается, автомобиль Добавили еще два режима фар То есть это ближний и дальний Также это все отображается на спидометре То есть сейчас у нас горит ближний свет Вот так вот у нас дальний свет С графикой это будет более четче видно Как бы ближний, дальний И еще поменяли звук на машинах Вот лично на BMW сейчас другой звук совсем И тачка, кстати, начала быстрее чуть-чуть ехать На, по-моему, 7 километров То есть есть как бы и хорошее обновление И есть очень плохое обновление Которое мне не понравилось На самом деле очень много изменений Я думаю, вы сами это видите То, что там дороги заменили Много чего заменили То есть, ну я вам покажу самое интересное То, что конкретно мне понравилось Я сам, честно, только полчаса поиграл с обновлением Еще не все видел Теперь новая панелька там и так далее Пишется, какой автомобиль заехал Там туда-сюда Давайте посмотрим диски Потому что я на самом деле хочу на Мурку Какие-то диски поставить Так, их здесь реально очень много просто Но так в целом реально красавчики Вот в плане дисков То есть они добавили реально Ну много новых вариантов Которые, в принципе, прикольные То есть сейчас реально будет намного легче Подобрать себе диски на машину То есть, ну реально в этом плане, в принципе, красавчики Я думаю то, что мы на Бэху вот эти диски пока что поставим Так, спойлера здесь разные, в принципе, есть Но мы это делать не будем Мы хотим поставить сюда фары Теперь как бы новые фары Давайте как бы покрутим Так, пока что цены максимально адекватны Потому что здесь стоит скид, как я понимаю Поэтому надо пользоваться моментом, пацаны И как бы ставить на все машины тюдинг Графики, пацаны, нету Я извиняюсь Но с графикой это выглядит намного лучше, конечно Но на Бэхе, кстати, это пизда-то выглядит Видите, еще как бы поворотники на зеркалах Итак, следующее, что я хотел затронуть Это такие улучшения там для семьи Апгрейды там и так далее Я уже как бы купил одно улучшение За спец очки То есть, добавили три новых улучшения Это опытный механик Чтобы вы могли с большим шансом Чинить целостность Аккуратно водитель Это у вас будет целка сбиваться Когда вы будете проезжать не 500 километров А 1000 километров И криминальный дипломат Это у нас получается Вы умеете договориться с криминальным синдикатом И получать 30% скидку на все услуги в Южхиме Как бы не особо много добавили Но, в принципе, приятно Я себе уже вот это улучшение купил Ну, потому что оно реально очень полезно То есть, для меня это очень полезная темка Потому что я как бы и на Магнуме рейсе катаю И на Мурке много езжу То есть, для меня это очень полезная фишечка Поэтому я сразу же себе ее приобрел Семью добавили тоже много чего интересного Как бы я вам тоже сейчас это все покажу Получается улучшение Добавили три новых тоже улучшения Это связь, то есть, можно будет пользоваться голосовым чатом в семье Веревки, то есть, можно будет пользоваться веревками в семье Военный секрет Я, кстати, не понял, что это такое Вы и члены вашей семьи получают возможность Рабить военные грузовики, не состоя в нелегальных организациях Вот это, кстати, очень хорошее обновление Самое охреновое То, что добавили такую темку То, что если люди из вашей семьи Сажаете марган или они получают муд За это снимаются ваучеры И снимается много ваучеров То есть, ну, реально дохрена Я вам хотел бы показать, но здесь не видно У меня уже много людей просто отлетело И я потерял очень много ваучеров То есть, как по мне, вот это реально, ну, перебор Потому что штрафы, которые они выдают То есть, допустим, там за нон-рп Мы потеряли там почти два ваучера За одного человека, понимаете То есть, это реально очень много Потому что я не успел купить столько ваучеров Сколько у меня их забирают То есть, ну, это максимально сейчас невыгодно Эти ваучеры купить будет Я надеюсь, что это в будущем уберут Потому что, честно, мне это вообще не понравилось Потому что, а как тогда ваучеры, типа, фармить? Я не понимаю Чтобы нормально фармить ваучеры Нужно, чтобы было много людей в семье А когда много людей в семье, то много людей нарушают И, соответственно, ну, я только буду в минус уходить То есть, сейчас максимально непоятная ситуация Я пока что не знаю, что делать Возможно, ну, я реально полностью буду фаму чистить И принимать только тех людей Которые будут не нарушать Потому что, ну, реально, это максимально невыгодно просто Это просто максимально невыгодно Поэтому, пацаны Как бы, я не знаю, что с этим делать Но мне конкретно вот это обновление То, что ваучеры списываются Мне оно вообще не понравилось, прям конкретно Просто я считаю, что, ну, это реально Очень личная темка Ладно, если бы я эти ваучеры, знаете, как-то копил бы быстро Но, блин, я не коплю так быстро ваучеры То есть я там в день могу накопить Ну, 50 ваучеров, понимаете Но это не так уж и много Итак, теперь, что касательно, получается, рыбалки и дальнобойщиков Давайте сейчас протестим рыбалку Говорят, что очень сложно Давайте попробуем, может, как бы, хотя бы одну рыбку Я попробую вытянуть Так, shift нажимать, да Раз Два, три Так, что-то я нихуя не понимаю Бля, что-то я, честно, запутался, реально Либо я настолько тупой, либо как-то, ну, очень сильно непривычно Она стала сложнее В любом случае, сложнее Хотя, может быть, мне кажется, потому что я еще не рыбачил Я думаю, если посидеть, порыбачить денек То, в принципе, будет все ясно и понятно И вы это будете делать потом на изи Так, нажимайте shift Окей, нажимаем Так, shift 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 Space 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 А, shift Shift Space Space Shift Shift Так, S теперь надо нажимать Так, S Э, блядь, В Блядь, я не знаю, пацаны, это пиздец Ну, честно, я не знаю, я не могу То есть, ну, как бы тебе надо и на клавиши смотреть, которые тебе пишут И в это время смотреть на рулетку, как крутится рыба, короче Блядь, я, короче, не могу словить, реально, пацаны Короче, не будем на этом акцентировать внимание Я попробовал, пацаны, ну, блядь, нелегко, честно Ну, пока что нелегко Возможно, реально, если посидеть, реально долго порыбачить И можно реально спокойно привыкнуть Пока что, для меня это непонятно Ну, реально, я хз, честно Как вы думаете, сколько надо рейсов на 120-й? Ой, на 101-й Надо сделать 700 рейсов, пацаны Как бы, да, это много, вы скажете Я тоже с вами соглашусь, это дохера То есть, раньше, чтобы там вкачать, допустим, с 99-го на 100-й Надо было сделать 200 рейсов А здесь, чтобы со 100-го скилла вкачать на 101-й Вам нужно сделать 700 рейсов То есть, ну, это реально жестко То есть, вкачать 120-й скилл будет, пацаны, очень-очень трудно Но, пацаны, я буду стараться, буду работать И надеюсь, что у меня, в принципе, это все получится Давайте сейчас посмотрим новый прицеп Прокатимся с ним Я еще не пробовал Я не знаю, насколько эта темка удобна Типа, полный список доступных рейсов Потому что, ну, как бы, там дохудящие рейсы У тебя просто глаза расплываются Типа, ну, мне кажется, проще по стариночке просто рейсы брать и все И, кстати, да, еще добавили темку Типа, то, что рейсы со спросом будут, как бы, отображаться Так, у нас такие новые чекпоинты Такие синенькие, красивые И у нас новый вот такой вот прицеп Нихуя себе, кстати, прицеп пиздатый Прицеп реально пиздатый выглядит Ебать, еще и аварийка работает на прицепе, прикиньте Чекайте На прицепе тоже аварийка работает Блядь, вот это реально красавчики просто Ну, а с графикой это так, наверное, сочно будет просто А-ля-ля, у-ли-лю просто Блядь, то, что еще на прицепе поворотник включается, пацаны Я теперь чисто с поворотниками буду гонять, отвечаю Блядь, прицеп охуенный, понимаете, вообще А он всегда интересен будет такой? Или, типа, он меняется? Мне кажется, то, что они как-то скорость пофиксили Вот я заметил, то, что я вот на Бэхе катался Вот на Магнуме еду Тоже как-то визуально кажется, то, что он едет не 180 До обновления Как-то скорость ощущалась намного лучше Возможно, пацаны, мне кажется Возможно, мне кажется Может быть, как-то надо привыкнуть к этому Даже вот на Магнуме сейчас еду Такое ощущение, то, что он едет не 180, а 120, знаете И меня это реально напрягает То есть я реально зашел в игру такой Сел за тачку, проехался такой, типа, ну А что это за прикол, типа, почему Как-то медленно все выглядит Как-то едешь медленно Еще там новый интерфейс на заправке добавили Сейчас мы тоже заедем, заправимся Так, вот, полный бак заправить Все, заправим полный бак Прикольно, пацаны, все выглядит Как бы новые интерфейсы там Новые фишечки Все реально по кайфу Все-таки, пацаны, я был прав То, что прицеп походу меняется Потому что вон у пацанчика вообще прицеп какой-то совсем другой То есть, блядь Вот в этом плане просто, блядь, лучшее То, что не добавили несколько прицепов Это просто охуенно, пацаны Я вот реально, я просто в охуе То, что не добавили много прицепов Это реально круто Просто, блядь, это такое разнообразие теперь будет. Ну, реально будет по кайфу. То есть, очень много прицепов новых добавили. Так, тоже поворотничек включаем, ебать. Та ты шо, дядя! Ебать, оно охуенно смотрится с поворотниками. Даже без рафики, пацаны, это пиздато смотрится. А за рафикой я, наверное, вообще просто в омарок упаду. Кстати, вот этот камаз, ебать, я смотрел. Он, короче, будет с 15-го скилла шахтера. То есть, просто так на нем вы не поездите. Так, а где можно там машинку паркануть? Людей, кстати, очень много на шахте. Прям очень-очень много. Так, теперь получается уголь, железо, золото, алмазы. Работы ведутся в нижнем части карьера. Вы хотите быстро переместиться вниз? Все, вот это, кстати, прикольно. Потому что не нужно там бежать, типа, ну. Так, давайте попробуем вообще. Стало, конечно, немножко сложнее, но зарплата стала больше. Поэтому, бля, вот я дарочек, потому что я скилл не качал, пацаны. Сейчас, мне кажется, это будет очень прибыльная работа. Поэтому, пацаны, надо было реально скилл качать. Работа сейчас эта будет очень, я думаю, прибыльная. Я не знаю, сколько там на зоровике платят. Я думаю, на грузовике тоже нормально платят. Так, я заработал 3 тысячи. То есть, ну, честно, сложного, как бы, ничего нету. Рыбалка в этом плане намного сложнее, я так скажу. Но это все, пацаны, делает привычки, реально. Мне реально интересно, сколько вот эти люди на грузовиках зарабатывают, на КАМАЗах. Я тоже хотел бы, конечно, поработать. Так, вот 4 тысячи заработал. Раньше, конечно, было попроще. Вы там просто хрестики нажимали мышкой. Да, сейчас, по сожалению, немножко сделали. Но, повторюсь, зарплата здесь, как бы, намного, намного лучше, чем была до этого. Ну, и последнее, что бы я хотел вам показать, это новые такие плюшечки, получаются, в Бусаева. Добавили, как бы, новые особняки. Я не знаю, можно ли их сейчас купить. Я так понимаю, если Амазинг добавили, как бы, новые особняки. А их и так, как бы, в принципе, хватало, этих особняков, как бы. Скорее всего, я думаю, они будут заказывать очень хорошую рекламку. Либо они рассчитывают на онлайн в тысячу человек. Но это еще не все плюшечки, которые добавили в Бусаева. Также, пацаны, добавили новый бизнес. Но, пока что, приобрести его никак нельзя. Никаким образом. Как бы, да, это новый бизнес, который будет находиться в Бусаево. Потому что в Бусаево нету ничего, ни заправки, ни 24 на 7. Они решили добавить хотя бы сюда, как бы, 24 на 7, чтобы люди могли покупать, там, ремки, покушать, там, и так далее. То есть, да, это будет не особо, там, пиздец, прибыльный бизнес, я думаю. Но у него финночка, там, будет, 500 тысяч денег, я думаю, стабильно. На этом я буду заканчивать. Я вам, как бы, рассказал все самое интересное, что было, в первую очередь, интересно мне. Если вы хотите полностью посмотреть обновление, можете просто зайти на сайт, почитать. Либо зайти просто поиграть и сами все посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.